Всем привет! С вами Месопаш. Сегодня в теме один загадочный знак с секретным супер-бонусом. Если вы уже играли в DLC Вайгала и проходили греческие лабиринты, то наверняка встречали странный знак особенностей из идеальной категории с тремя вопросами вместо названия. Единственное, что есть такое же мутное пояснение, что внутри хранятся воспоминания собирателей. Что же это такое? Как используется? Какие плюшки дает? И как повысить шанс получения? На эти вопросы я отвечу в этом видео. Прежде всего, так как этот знак особенностей идеальный, поэтому выпадает только в лабиринтах Олимпа из красных разломов, в том числе на Эгейской ладье, в пустыне потерянных душ и на форуме. Этот знак также иногда появляется в сундуке за 5000 эхо на Олимпе в Центральном зале. Песками Вознесения. Что касается меня, то знак меня сильно заинтересовал, и я его брала несколько раз, но поначалу я его просто держала у себя в ячейках. Оказывается, чтобы заработал бонус этого знака, нужно его взять, а потом разрушить. И, о чудо! Реликвии начинают рандомно обновляться, каждый раз после использования. Таким образом, с этим знаком мы получим супер-бонус с неограниченным лимитом зарядов реликвии. Но обращаю внимание, что реликвии выпадают рандомно. Иногда возникает сложность с их идентификацией, если, конечно, вы не помните наизусть все знаки реликвий. Тем не менее, это просто волшебное усиление. Если у вас оставался всего один заряд взятой ранее реликвии, то можно не заметить никаких изменений. Но если у вас было несколько зарядов реликвии, то после разрушения знака останется всего один. Вот это уже можно заметить. При расходовании последнего заряда реликвии она начинает восстанавливаться, и появляется другая. При этом слева на экране можно заметить название знака. Это память собирателя. Бонус срабатывает каждый раз, когда появляется очередная реликвия. Кстати, восстанавливается она во время боя, и когда вы пробегаете мимо врагов, даже не сражаясь с ними. У меня вышло примерно за 10 секунд. Но если сработают другие усиления с восстановлением реликвии, то время восстановления сокращается. У меня в этом прохождении были другие усиления с восстановлением реликвии. Восстановление фортуны, безрассудное восстановление, бездушный штурм и бездушный упрек. Очень советую по ходу их брать при выпадении в качестве награды. Когда они у меня срабатывали, то восстановление заряда реликвии могло сократиться до 2 секунд. После рукояти Скафнонга у меня появилась рукоять Дайнсленфа, Форсбранда, Ангроводаля, Ридила, Лезвие Смерти, Зов Мацагнира, рукоять Тюрфинга, Хофуда и Талисман Мейгна. Но, как я проверила, во втором прохождении последовательность реликвий меняется. Обратите внимание, что после начала работы знака память Собирателя восстановить реликвию на скрижале нельзя. А в случае замены реликвий из сундука реликвий в центральной зоне в любом случае остается всего один заряд новой реликвии, несмотря на более высокий базовый уровень. После замены реликвии далее у меня выпала рукоять Хроти, проект Хульдр, рукоять Грама, рукоять Скафнонга и далее последовательность повторялась. В общем, в итоге я использовала 21 заряд. Но мне, конечно, повезло, что этот знак выпал достаточно быстро. К сожалению, не всегда так будет. Он может и вообще не выпасть. Но если этот знак получить пораньше, то это существенно облегчит последующие бои, в том числе с Тюром. Например, эгейскую ладью можно пройти после второго разлома, а можно попробовать начать с красных разломов. Хотя, по моему опыту, этот знак я встречала чаще именно в сундуке по центру на эгейской ладье в пустыне потерянных душ и на форуме. Но игроки утверждают, что выпадает он в любых красных разломах. И я этому верю. Повысить шанс выпадания можно попробовать, улучшив на скрижале влияние подношения предлагаемой награды, повысив при этом шанс на выпадение трех наград в сундуках и разломах. Помимо этого, очень выручат жетоны обновления, которые также можно купить на скрижале влияния. Я в этом прохождении этим и воспользовалась. В общем, вот такой вот ценный знак. Очень советую этим воспользоваться. На этом на сегодня все. Смотрите другие мои видео, но не забудьте поставить лайк и подписаться. Подписаться можно также на Дзене и Рутюбе. А еще у меня есть телеграм-канал, там вы найдете все ссылки и еще кое-что полезное. Удачи вам и до встречи! Я сдаюсь, Кратос. Кратос 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 Кратос